Влад Проскура один из легоманов. 16-летний подросток с легкостью собирает различные виды роботов и загружает в них программы. По словам ученика 47-й гимназии, ничего сложного в создании лега роботов нет. Машину можно научить даже писать. Главное знать языки программирования. У нас визуальный язык программирования, то есть мы составляем, как бы можно сказать, картинки, из которых получается программа. Но можно писать и на СИ, то есть это доступно и тем, кто, например, в школе изучает СИ, тем будет проще так. Как говорят ребята, создать из лего робота-футболиста очень легко. Это один из простейших фидов. Нужны шасси, штанги и программируемый блок. Последний и является мозгом конструкции. Умные конструкторы, как в 47-й, так и во многих других школах за Урале появились благодаря областному проекту Малая Академия Наук. Все оборудование в большей степени получено в рамках финансирования из областного бюджета в рамках проекта Малая Академия Наук. Дети проявляют свое творчество. Либо они могут поиграть в соревнования, устраивая такие состязания, либо они выполняют творческие проекты. Это не первые и не единственные соревнования. В год проводится шесть творческих и спортивных турниров по лего роботам. По словам юных конструкторов, есть еще масса идей и наработок для новых направлений этого технического спорта. Константин Пчаков, Сергей Балмасов, телекомпания «Регион-45».